Я хочу научиться сравнивать графы Келли одной и той же группы, то есть системы образующие хранств, я хочу построить хранств и графы Келли и дойти между ними что-то общее. Определение. Что такое метрическое пространство, вы все знаете? Какие метрическое? Метрическое. Кто не знает, что такое метрика? Хорошо, давайте, я скажу это довольно легко. Значит, метрика между двумя точками, это по определению. Такая функция, что выполняется следующая аксионка. Во-первых, расстояние от х до х равно расстоянию от у до х. Ну понятно, да? Если отсюда сюда, это столько же, сколько отсюда сюда. Во-вторых, расстояние от х до х равно нулю. Ну и в-третьих, выполняется неравистое треугольника. Расстояние 12 глава равна 4x, y, z. Значит, расстояние от х до у. То есть расстояние от у до z. Оно что? Расстояние от х до z. Будешь ли выражать? Ну, неравистое треугольник, это все выходит. Значит, пусть у меня есть два, как говорят, метрических пространства, то есть множество, на которых есть метрика. Примером метрических пространств, которые нас интересуют сегодня, являются как раз графом. На графе как метрику считать? Ну, просто расстояние от одной вершины до другой вершины, ну, по ребру в смысле. Сколько нам нужно пройти ребра, чтобы дойти из вершины А в вершину Б? Это метрика. Значит, ну, минимум, естественно. То есть кружиться на одном и том же ребре туда-сюда и обратно нельзя. Это надо запретить. Значит, что такое метрика во своеме определение? Значит, определение. Пусть у меня есть два графа Кэмби. Это одна системообразующая и вторая системообразующая. Мы будем говорить, что между ними есть отображение Фи, которое приводит вершины-вершины ребра в ребру. Мы будем говорить, что Фи это квази-изометрия. Что такое квази-изометрия? Это значит, что у нас есть отображение Фи, которое, как я уже сказал, приводит вершины-вершины. Такое, что расстояние от Х до У меньше либо равно, чем расстояние от Фи от Х до Фи от У меньше либо равно, чем расстояние от Х до У. Я пока глупость написал, конечно. Но вот если бы было вот такое двойное движение, было бы тут просто одно и то же пространство. Вот тут это константно. С1 минус С2, а здесь С3 плюс С4. Что это значит? Это значит, что если у вас было две вершины на расстоянии, скажем, 5, то после квази-изометрии расстояние между этими двумя вершинами может кратно увеличиться, но всегда в одно и то же число раз. То есть из одного у вас, если становится 5, то из пяти становится 25. Но не может из одного стать 5, из пяти 200, из двухсот миллион. Понимаете, да? То есть это как гомотетия. То есть гомотетия, она увеличивает всегда расстояние между отрезками, но всегда пропорционально. То есть чем дальше от нуля, тем сильнее увеличение. Но равномерно как-то увеличивается. Здесь то же самое. Это тоже такая вот своего рода гомотетия. То есть расстояние увеличивается, но не очень сильно. Например, вот эти два графа труб-дума квази-изометричны. Почему? Потому что если у вас здесь было расстояние между двумя точками, скажем, 5, то здесь оно может быть уменьшиться, но увеличится вряд. Но даже если увеличится, то не сильно. Понимаете, да? Такая вот идея глобальная. Теперь давайте, собственно говоря, докажем такую вот полезную теоретку, что... Давайте это у нас будет... Да, ну, собственно, здесь будет теоретка. Это будет у нас гамма-1, это у нас будет гамма-2. Гамма-1 квази-изометричен, гамма-2. То есть между ними есть квази-изометричен. Понятное утверждение, которое я хочу доказать. Тогда мы берем элемент группы здесь. Да, группа, заметьте, у нас дозор, вообще говоря, бесконечная. Потому что если группа конечная, то ее граф квази-изометричен точкой. Почему? Потому что у графа есть какой-то диаметр, то есть максимальное расстояние между двумя точками. И это можно подставить в качестве С3. А в качестве С1 – один. Или двумя. И тогда, к сожалению, не будет интересен. А вот это интересно для бесконечного. Значит, на самом деле, доказательство довольно нехитрое. Давайте сотрем определение метрики. Потому что это определение метрики настолько умное будет. расстояние расстояния. Значит, давайте возьмем слово, какой-то элемент группы G. Это, как вы помните, там с вами договаривались, он представляется через произведение элементов системообразующих. то есть G – это x1 в степени ε1, x2 в степени ε2 и далее x, n в степени εn. Ну, это, как говоря, слово длины n. То есть, чтобы его записать, надо использовать n-образующих. Но, смотрите, ведь если для буквы x1 она элемент группы, правда? Значит, я ее могу записать через вот эту букву из y, правда? Это понятно? Значит, давайте напишем x1 – это y1, 1 в степени ε1 и так далее, y какое-то k1, 1 в степени εk1. Это я букву x1 написал и так далее. И букву x1 я взял в конечное число образующих. Это будет y1, 2 в степени ε1, штрих и так далее. Это y1, 2 в степени εk1. Понимаете, да? А? Еще раз. Смотрите, я взял первую образующую из x1. Я ее записал в олтон, через эти буквы y. И, кстати, на джелемент группы же, правда? Значит, по этой системе образующих он тоже, может быть, расписан, правда? Вот я его и записал, как есть. У меня здесь получилось как-то слово какой-то длины k1. Например, для группы целых чисел. Что такое 1? Это 3 минус 2. Это неправда. Поэтому у меня получилось бы там слово длины 2. Это 3 и 2 в минус первой степени. Ну, 2 в минус первой степени, это минус 2. Понятно. Наоборот тоже. Мы можем 3 записать через единицу. То есть 3 это 1 в кубе. 2 это 1 в квадрате. Ну, на длине целых чисел, так сказать. Соответственно, это первый элемент из системы x, записанный в новой системе образующих. Это второй, это третий, это четвертый. Повторяю n раз, это n3. Но их конечное число в этих эксцентрах. И каждый из этих слов имеет конечную длину. То есть здесь в конечном числе. Правда? То есть не может быть бесконечным. Давайте возьмем самое длинное. Длины c. Возьмем c умножен в квадрат, прибавим миллион. Наверняка. И поймем, что это неравенство выполняется. Как если мы здесь поставим вот это в качестве c3. Вот это вот c в квадрате плюс миллион. Правда? Потому что каждое слово, у него каждая буква увеличивается, но не больше, чем в c раз. Поэтому если все слово было длины раньше n, то после вот этой вот подстановки станет она длина c. Нет, может быть там что-то сократится и еще что-то. Но точно не больше, чем в c. Понятно? Возьмите, а мы это объясним не на буквы, а на числах. Давайте. Потому что это увеличивается буква возле каких-то проблем. Давайте на числах. У нас есть хороший пример группа целых чисел. Возьмем число 5. Это 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Еще раз плюс 1. Значит, что такое 1? 1 это 2 минус 3, правда? Значит, каждый из этих единиц... Вроде наоборот. 3 минус 2. Молодцы и внимательные. Главное вовремя сказать «молодцы и внимательные». Пока пить не начало. 1 это 3 минус 2. Смотрите, если я здесь вместо единицы напишу 3 минус 2. Вместе от единицы 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 и так далее. 5 раз 3 минус 2. То новая штука, новая сумма какой длины будет? Конечно. Каждая буква. Одна буква. В данном случае одна цифра меняется на 2. Вы не поняли идею? Теперь точно так же, если мы в обратную сторону будем. Было 5 это 3 плюс 2. Да? Но 3 это 1 плюс 1 плюс 1. 2 это 1 плюс 1. Я тройку меняю на 3 единички. Двойку на 2 единички. Это увеличивается в 3. Это в 2. Но все. Слово точно не увеличивается больше чем в 3 единице. Потому что 3 это самое ответное. Да. Хорошо. Хорошо, что даже пусть исходится. Поняли идею? То есть, слово, ну, извините, элемент группы, он не увеличится большее число раз, чем увеличилось каждое из его образующих. И все, мы доказали теорему. В одну сторону мы таким образом неравенство получили. А в другую, ну так, мы уже строили квазизометрию, то есть вершины приходят вершины, ребра в ребра. Мы это отображение можем направить в обратную сторону. И неравенство будет то же самое. Мы, собственно, это сейчас фактически и делали. Потому что мы то в одну сторону переписывали, то в другую сторону переписывали. Вот, собственно, и все. Вы доказали эту теорему. Поэтому любые два графа Келли для одной группы будут квазизометрическими. Квазизометрическими. Ну, например, эти два. Давайте сразу применим эту теорему и докажем, что какие-нибудь две группы не будут квазизометричными. Иначе это будут две разные группы. Ну, одну группу я оставлю в покое. Эта группа целых чисел, с ней хорошо получается. А вторая группа, это так называемая свободная группа. Это группа, в которой нет соотношений. То есть вы можете сократить а и а-1, ну и написать вместо этого единичку. А больше никаких сокращений нет. Что значит, что нет никаких сокращений? Это значит, что нет никаких граней, правда? Ну, что гранит как раз соотношение, да? Что-то с чем-то умноженное будет 0. Значит, граф Келли, у него будет дерево. Дерево причем бесконечное. Значит, вот здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. У меня часто на этих месяц начинают люди. Вот, говорят, это же фрактал. Ну, в общем, да, это фрактал. Я просто не знаю, что такое фрактал, если честно. И никто не знает. Но картинка умиротворяющая. Особенно ее рисовать. Ну, короче, такое дерево хитрое, в котором в каждой вершине сходится, входит и выходит ребро сплошное, и входит и выходит ребро пунктивное. Ну, вершин, конечно, бесконечно много. Вот это граф Келли для свободной группы А2. Это группа, в которой прождена А и Б. Значит, А это жирная, Б это пунктивная, хотя какая разница, если вдуматься. Потому что жирная, что пунктивная, они устроены одинаково. И в этой группе нет никаких соотношений. То есть какое бы вы слово через А и Б не написали, а в пятой Б в минус третий, а в восьмой Б в минус девятый и так далее. Каждый раз, когда вы пишете новый набор букв, получаете новое слово. Это называется свободной группой. Соотношений никаких нет. Свобода от соотношений. Значит, вот мы с вами нарисовали свободную группу. Ну, такая даже не будет в квазидезометричной нашей группе целых чисел, да? Почему? Потому что группе целых чисел, если у нас была квазидезометрия отсюда сюда, то что происходит? Мы берем два элемента, достаточно, любые два достаточно больших элемента могут попасть в достаточно далекие друг от друга ветки. Правда? Тут же веток, все время с каждой вершиной уходят новые ветки. И поэтому, если такая квазидезометрия есть, то тогда у вас любые два достаточно больших элемента, то есть если вы, например, сначала возьмете элементы в группе целых чисел, целые числа, расстояния между которыми не больше, чем k, то вы в свободной группе, они у вас избегутся достаточно далеко. То есть нет квазидезометричности. Эти два графа не квазидезометричности, ну, понятная идея. Нет, конечно, вы, наверное, можете меня спросить, почему я так странно, да, это так разумно же. Тут группа из двух элементов A и B, A в любой степени, B в любой степени, а просто не коммутативно. Эти группы коммутативны. Конечно, да, но это полезное рассуждение, которое хорошо держать в уме о том, почему свободная группа отличается от C.